привет расскажи немного о себе откуда ты сколько те лет семья там дети привет я рад быть с вами в общении мне 29 лет я из станицы родниковской это возле курганинска у меня семья это жена любимая и одна дочь как ты вообще пришел к тому чтобы заниматься музыкой с чего начинал ну вообще все началось с детства родители мне отдали музыкальную школу чтоб я научился на фортепиано играть но дело не пошло я больше развивался в сфере вот подбирать на слух играть вот так и до сих пор я по нотам как бы на фортепиано не играю но так стал развиваться и потом на служении подыгрывать уже с детства подыгрывал аккомпанировал на служении думаю каждому из нас интересно по крайней мере мне так как я человек еще не женаты как решался твой семейный вопрос ну если так в целом как и решал конечно же молитвой посты молитвы и пытался понять как бы волю божью ты увидел я где-то или как молился ты же конкретно за кого-то человека или просто ты молился а потом человек как-то появился перед твоими глазами молился я в общем что бог показал ту которая принадлежит мне а со скольки примерно лет помнишь нет сейчас точно не вспомнил думаю уже было мне 25 ты молился до молился хотел узнать волю божию вот и одна сестра она приезжала к нам частенько к своей сестре нашу церковь помогала вот и мне она присмотрелась вот я понял что это воля божия то есть для тебя мне понравилось да для меня это открылось и вот со стороны был совет тоже родителей я внял этому совету и вот сегодня мы вместе сейчас нас такое поколение молодые мы врастаем христианских семьях многие и очень много молодежи смотрит мир много многие уходят что тебе помогло остаться в церкви что тебя удержала как как это было у тебя подростковый возраст что меня удержало ну наверное думаю даже служение в церкви вот я начал с детства этим заниматься как бы и остался в церкви потому что понял в этом всю красоту как ты читаешь библию немножко расскажи об этом как ты начинаешь возможно свой день библию мы читаем женой вместе стараемся всегда вместе читать вместе молиться вот читаем не по какому-то плану а читаем по порядку вот извлекаем какие-то мысли из прочитанного вот назидание нами к молитве утром я бывает иду на работу ну читаю сам библию потом иду на работу а вечера вместе сейчас бытует мнение что христианство наше братство в частности и вообще в целом христианство катится немножко по наклонной и для многих музыка является в этом показателем как твое мнение вот мы растем в музыке или мы наоборот катимся или все хорошо как ты читаешь но если говорить в целом о музыке в братстве именно то я бы не сказал что она как-то катится вниз наоборот она подымается вверх потому что если посмотреть на прошлые годы то может быть уровень был ниже чем сейчас вот это в этом плане а если смотреть в плане того что современная музыка христианская она вот какая-то не духовная может быть то можно заметить если допустим смотреть на какие-то отдельные проекты допустим людей до находящихся допустим но в нашем братстве то есть я думаю есть такие произведения которые есть такие авторы которые выпускают произведения но можно сказать не назовешь их не духовными вот та музыка которая не назидают человека по твоему мнению музыка которую мы делаем поем в церкви и например слушаем где-то вне церкви это разная музыка или все-таки она должна быть что-то одно то есть может быть это музыка которую я слушаю где-то дома или машине она может быть свободнее чем та музыка который исполняю в богослужении ну вообще церковная музыка конечно должна отличаться от всей музыки вот эта музыка которая при храме вот храмовая музыка храмовое прославление левитов но еще понимаю что есть такая сторона есть песни которые а может быть ты их не споешь церкви но они тебя назидают и как-то духовно может быть даже подкрепляют это может жизненные какие-то произведения вот в том плане был ли кризис твоем творчестве как ты из него выходил расскажи немножко об этом тоже до кризис бывал и наверное на данный момент бывает кризис но это бывает с чем связано создал какой-то проект все силу туда бросил и после него как бы уже отдых какой-то идет или же вдохновение не бывает или же допустим нет подходящих текстов не можешь найти вот вот все таки музыка и творчество какое-то вдохновение больше да не когда на работа до критика как ты к ней относишься если ты делаешь что-то публично тебя критикуют кому-то не нравится как ты к этому относишься воспринимаешь или вообще критика полезно вот если она искренне сказано и если у человека непредвзятое какое-то мнение вот и он желает помочь и кое-какой критике нужно прислушиваться но я отношусь как бы если она для меня полезно допустим я принимаю если какие-то такие вопросы затрагивают каких назвать не знаю вот то свободно отношусь как бы просто принял мнение все но тебя это не не смущает не убивает из колеи не давая желание бросить нет расскажи случай жизни в котором ты явно увидел руку божий да это был такой случай я тогда проходил альтернативную службу там на работе нужно строго быть в определенное время вот и находиться на территории где я прохожу службу я работаю и был такой момент что я после собрания задержался воскресенье в понедельник не на работу надо и вот я вышел на трассу чтобы мне как-то добраться там редко ходит транспорт автобусы и я взмолился чтобы мне не опоздать уже время вот-вот скоро мне надо уже быть на работе что делать молюсь внутренно и в один момент подъезжает человек мне показалось как будто бы на новой машине вот возможно так и было я сел он меня довозит до нужного места я сошел он просто разворачивается и едет обратно я подумал то действительно может ангел божий был но да и он просто так меня бесплатно довез и поехал назад и назад вот меня бы так кто-нибудь довозил неплохо какое из твоих произведений у тебя мы в произведение какое из них тебе самое дорогое какое нравится больше всего мне больше произведения нравится из моих это произведение которое повествует о небе к родным берегам назвали по три песни три старых например и три новых какие-то нравится из старых произведений мне нравится ты знаешь боже мое желание и нравится эта песня там вышине бесконечной мой жизненный путь не украшен цветами такие произведения этой старых а из современных у петра бальжика есть песня город моей мечты неплохая песня мне нравится как ты ищешь тексты к своим песням ты сам не пишешь я так понимаю тексты берешь готовые да в основном беру готовые тексты это у знакомых друзей авторов поэтов бывает заказываю бывает нахожу на их публикации в блогах бывает некоторые произведения но я пытался сам писать какие например но это ближе к такой семейной тематике но про дочь песню до счастье это дети и глазенки эти снежность смотрят на 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 наш домашний словно в день вчерашний ты боя в библии у тебя есть любимый герой кто это и почему любимый герой до это царь давид мне нравится этот герой потому что он имел близко общение с богом и главного черта умеет он кается умеет исповедовать вот свое ты очень много пишешь много у тебя работ много произведений которые люди слушают и я не знаю как у тебя у меня с этим но бывает не нужно бороться хотя я много делаю но бывает как со своим я как гордость какая-то что-то появляется как с этим работаешь здесь нужно понимать что ты никто потому что это все божье как бы от него все идет и к нему да с этим могут быть какие-то проблемы бывает может быть я берет какую-то передовую но сразу пытаюсь анализировать себя и вникать себя чтобы этого не было расскажи о своих проектов которые сейчас данный момент ты как бы запустил они уже работают и что планируешь в дальнейшем немножко на будущее работаю над проектом новым дороже всех жемчужин это какой-то гимн да да это гимн больше направленность о христе об имени христово вот это направление взяли и трудимся у вас какая-то команда или в т-1 ну произведения беру все авторские работаем там с вокалистами с разными людьми а вашей команде вообще есть люди которые я так понял до занимаются стихами нужны ли такие люди вам или у вас как бы уже места ограничены и набор уже закончен нет я всегда рад знакомству с новыми творческими людьми вот тексты я беру как я сказал уже по знакомству бывает с какими-то авторами вот прежде выбирается тема я выбираю стихи еще разных авторов вот конечно же желал бы иметь сотрудников которые бы в этом деле подвязались музыка и заработок как ты относишься к этому зарабатывать на христианской музыке для нашей аудитории многие не знают как создаются песни как они вообще появляются что это нужно заказать фонограмму студия оборудование это все стоит денег и многие об этом не задумываются просто слушают музыку и когда начинаешь что-то там фонограмму продавать или еще что то то людям это не нравится ну или как-то призывать жертвовать как ты относишься к тому чтобы вот этим делом зарабатывать ну это сложный вообще вопрос потому что везде контингент людей разные и вот воспитание разное и все по-разному мыслят понимают вот но я думаю что заработок если он служит к дальнейшему какому-то развитию творчества то это приемлемо расскажи немного как ты занимаешься музыкой как ты пишешь что для этого нужно сколько для этого времени возможно средств каких-то сама музыку как я пишу читаю стихи вот приходит какое-то вдохновение написать допустим определенный текст песню допустим не текст понравился него несколько раз прочитываю стараюсь извлечь вот главные мысли и после этого чтобы и музыка она отражала вот этот этот текст вот тем самым начинаю писать песню но по-разному бывает бывает это получается быстро засчитаны там часы какие-то минуты может быть а бывает написал произведение и на следующий день смотришь что-то чего-то не хватает и она как бы не состоялась и приходится отложить его проходит какое-то время берешься опять за это произведение уже рождаются какие-то новые интонации вот свежие может быть самое сложное какое произведение было там я такое трудоемкая куда-то больше всего сил потратил это пасхальная контакта из трех из четырех частей вернее она была из трех частей потом добавили четвертую часть ты работал сам или с кем-то тоже те кто помогал ну я заказал стихотворение александру геннадьевичу рыжова он написал и я писал музыку как бы вместе с ним сотрудничали вот по этой по этой контакте а потом далее на эту контакту написал валерий скумбин уже как бы обработку для скрипичного симфонического оркестр че стихи тебе вот наиболее близки может есть какой-то автор который тебе прям очень нравится мне нравится стихотворения и тексты анна вель это молитва написал вот эти все дайте да но есть еще авторы там жанна литвиненко или же александр геннадий чирыжов каким служением ты в церкви занимаешься в церкви я аккомпанирую общему пению занимаюсь с народным оркестром проповедую бывало хором занимался тоже давид спасибо большое что поучаствовал в нашем интервью нам было очень приятно и надеюсь каждому из вас дорогие зрители было тоже интересно познакомиться с братом который совершает служение музыкальное в нашем братстве все проекты которые давид выпускает они находятся на youtube канале ссылка будет в описании и также телеграм-канал тоже ждем ваши комментарии отзывы с богом звезда музыка музыка и на хитоне небосево музыка Сомкнулась облачная шарь. Исчезнут контуры прошедшего, Но в памяти всплывут года. Когда, доверившись воскресшему, Мы шли сквозь зло и холода.